В этом видео мы поговорим о нашей системе. По сути, здесь есть глобально два варианта. Первый вариант, когда вы покупаете всю систему в сборе, то есть здесь есть сим-банк, управляющее устройство, все необходимое для его подключения, то есть система уже настроена. Вам останется только забрать на почте, прийти домой, подключить это согласно инструкции и зайти в личный кабинет. Второй вариант, это когда у вас уже есть сим-банки, сим-банк, и вы хотите просто одно управляющее устройство у нас купить. В принципе, вот основные. В этом видео мы больше поговорим про первый вариант. Второй вариант мы чуть позже к нему обыкнемся. Итак, в целом, наша система, то есть что она позволяет? Она позволяет из вашего, из любого сим-банка, практически из любого, сделать автономное устройство. То есть мы сможем этим устройство управлять удаленно. Нам не нужно подключать, покупать там отдельно системный блок, чтобы, там, или ноутбук, чтобы подключать эту систему, сим-банк я имею в виду. И, и так, то есть наша система позволяет из сим-банка сделать автономное устройство. Им можно будет управлять, то есть любой им, то есть и банка можно будет управлять, с любой точки мира, где только есть интернет. То есть вы сможете, не знаю, там, с телефона, с ноутбука зайти и отправить смс, посмотреть балансы, принять смс, запустить АТ-команды нужные вам, там, выполнить ЕЗТ-запросы. То есть, в принципе, там много чего у нас есть. В общем, здесь, как я проговорила, уже здесь сим-банк. Конкретно мы будем на примере говорить 32-х портовика. С сим-банки еще бывают 2G, 3G, там разные могут быть модули. Мы сейчас в это не будем углубляться, тут проще вам написать мне, какие задачи вам нужно решать, и мы уже подберем под вас оборудование. И так, то есть, все банки вставляются автономные, коробка плотно упакована. Наша задача сейчас это вскрыть. Первое, что мы видим, это само управляющее устройство, вот оно выглядит вот так, Orange P. Блок питания к нему. Так, эти мы убираем. Дальше, что у нас здесь? Кабель питания для самого сим-банка. Здесь провод для подачи интернета от роутера непосредственно к самому Orange. USB кабель для подключения сим-банка к оранжу. Антенны для модемов. И кабель для подключения питания в сам Orange. И здесь еще есть картридер для, в том случае, если понадобится, там, перепрошить карту памяти или перезаписать на нее что-то. Отлично. Так, дальше идет вот сим-банк. Сейчас мы его достаем. Так, сим-банк необходимо осмотреть. В принципе, по нашему опыту, даже если есть какие-то вмятины, это не влияет на работу самого устройства. Здесь у нас есть, из того, что нам понадобится, это разъем для подключения питания, сам тундлер включения-включения питания и разъем для подключения USB. Итак, начнем мы вначале. То есть, наша задача сейчас подготовить оборудование для подключения к нашей системе. То есть, начинаем мы с того, что нам необходимо, мне необходимо накрутить антенну на каждый порт. Это нужно для того, чтобы мы могли корректно проверить оборудование. То есть, насколько он корректно работает. Итак, поехали. Так, поехали. Подключение к нашей системе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше нам необходимо будет подключить сим-банк. Мы рекомендуем подключать сим-банк через стабилизатор. Таким образом данное устройство прослужит вам долго. Так, есть. Дальше ставлю подключим USB. Здесь получается есть два разъема. П-образный. Подключаем в эту часть. Этот пока оставляем. Следующий этап. Собираем... Оранж. Картридер оставляем. Он нам пока не нужен. Если вдруг понадобится, нужно будет его найти быстро. Так, USB подключаем в блок. Здесь разъем Type-C подключаем в разъем Type-C. Отлично. Теперь берем, подключаем это к питанию. Отлично. Питание пошло. Индикатор появился. Заработал кулер. Берем дальше. Кабель для подключения интернета. Здесь у меня роутер. На нем присутствует интернет. Мы берем, подключаем. И второй конец провода, но нужно подключить к саму оранжу. То есть вот есть RJ45 разъем. Берем. Подключаем. И появилась индикация первичная. Отлично. Пока система подключается, следующим этапом готовим SIM-карты. То есть для того, чтобы корректно проверить работу оборудования, каждый порт нужно подключить SIM-карту. Здесь после включения, то есть мы можем видеть, сейчас я поверну, с этой стороны будет удобнее. То есть мы видим, что вот загорелись индикаторы. Ну не все, да? То есть есть здесь такой тумблер. Наша задача сделать так, чтобы каждый модем был включен. Все проверяем. Все индикаторы горят отлично. Приступаем к загрузке SIM-карт. То есть SIM-карты загружаются. Модем у него есть. В каждом модеме есть два разъема под два вида SIM-карты. И наша задача вставить чипом во внутреннюю часть модема. То есть чип должен смотреть в середину модема. То есть это выглядит вот так. Сейчас я продемонстрирую, как себя ведет индикация. Вот опять вставлю. То есть мы видим, да? Индикация горит ровным цветом. Когда мы подключаем, появляется контакт и модем начинает работать и начинает ловить, искать сеть. Здесь то же самое. Готово. Проверяем. Вот здесь сразу видно, что если это корректно мигает порт. То есть здесь мы видим через каждый ровный промежуток времени мигает порт. Соседний порт, видите, он горит одним цветом и никак не мигает. Соответственно, здесь нам нужно его перезагрузить. Мы берем его, выключаем, вытаскиваем сим-карту, включаем порт и заново помещаем сим-карту. Смотрим. Пропала индикация. Все. И пошел порт мигать корректно. Дальше проверяем. У нас вот здесь то же самое. Достаем. Выключаем. Ждем, пока он потух. Включаем. Все. Отлично. Готово. Дальше. Наша задача подключить сам сим-банк к мини-покам. То есть мы берем USB, подключаем. Все. Все манипуляции, которые нужно было бы, нужно совершить с оборудованием, мы сделали. В принципе, вот вы можете посмотреть, насколько компактна эта система. Мы в свое время ушли от подключения сим-банков к системным блокам или к ноутбукам, потому что если там у вас стоит 10 сим-банков, вам нужно 10 системников, это все гудит, это все шуршит, эти провода, где-то что-то зацепил, провод сразу отходит, теряет контакт, вылетают ошибки. В этой системе как раз проработаны были эти все недочеты. То есть благодаря данному подключению система легко масштабируется, то есть ставите 10 сим-банков в ряд, фиксируете, мы прямо на стену фиксировали мини-покашки, чтобы они были зафиксированы, чтобы минимум был контакт рук там лишних не было, лишний раз не тревожит, чтобы система постоянно, чтобы система была, отрабатывала хорошо. И в принципе вот данное оборудование можно поставить, то есть опять-таки тот же системник он издает звук, шумит, тарахтит, и получается, что как бы и тут даже минимум меньше электричества потребляет, то есть больше плюсов, чем минусов. В принципе, как я уже сказала, на данном этапе завершено все манипуляции, мы сделали с оборудованием и уже переходим дальше к самому уже подключению на ноутбуке.